Добрый день! Мы сегодня с вами рассмотрим задачу нахождения производной у определения. Для этого сначала запишем определение производной. Итак, производная функция f в точке x называется предел приращения функции к приращению аргумента при условии, что это приращение у нас в аргументах стремится к нулю. Итак, определение мы с вами вспомнили. Давайте приведем пример, как выживаются этим определением. Так, пример. Найти производную функцию f в точке x, которая есть 2 в степени 3х плюс 2. Для начала мы заметим, что в определении у нас стоит функция f еще в точке x плюс дельта x. Давайте с вами запишем, почему она в нашем случае будет равна. То есть мы должны функцию f от x вместо x подставить x плюс дельта x. И мы получаем 2, я пишу аккуратно, 3 умножить на x плюс дельта x. И не забудем плюс 5. Можно распредскопки, мы получаем 2 в степени 3х плюс 3 дельта x плюс 3. Ну, а теперь давайте все это подставим в определение производного. Придет при дельта x, стремящемся к нулю, мы в точке x плюс дельта x. Вот наше 2 в степени 3х плюс 3 дельта x плюс 5. Минус f от x, то есть минус 2 в степени 3х плюс 5. Делить на дельта x. Заметим, что если дельта x у нас стремится к нулю, то в числителе у нас тоже стремится к нулю, и знаменатель тоже стремится к нулю. То есть у нас с вами здесь стоит неопределенность вида 0 на 0. Чтобы избавиться от неопределенности 0 на 0, мы сделаем следующее. Я возьму в числителе вывес общую нюзритель 2 в степени 3х плюс 5. И у меня получается от первого слагания, у меня получается 2 в степени 3 дельта x. От второго слагаемого у меня остается единица. А теперь с вами давайте заметим, что 2 в степени 3 дельта x минус 1 будет эквивалентно 3 на дельта x умножить на логаритм 2. Откуда я это взяла? Поясняем. У нас с вами была формула замены на эквивалентности следующая. А в степени альфа x минус 1 эквивалентно альфа x на логаритм а. При условии, что альфа x это бесконечно малое. Заметим, что 3 дельта x стремится к нулю. Значит, это у нас является бесконечно малым. И, соответственно, мы можем заменить наше выражение на 3 дельта x умноженное на логаритм и нулю. Итак, мы это заменили. И все, что у нас получается. Предел. При дельта x у нас стремящемся к нулю. Здесь у нас осталось 2 в степени 3x плюс 5. А здесь у нас осталось 3 умножить на дельта x на логаритм 2. И знаменатель мы оставляем без изменения. Заметим, что теперь у нас дельта x сокращается. Больше дельта x у нас нигде в выражении нет. То есть мы знак предела можем просто убрать. И у нас остается, если я числовой выражитель уберу за, а поставлю вперед, то у меня остается 3 логарифма 2 умножить на 2 в степени 3x плюс 5. Тем самым мы с вами нашли производную нашей функции, которая имеет 2 в степени 3x плюс 5 по определению. Давайте с вами еще один пример разберем, когда у нас стоят, допустим, прегометрические функции. Это у нас был первый пример и второй пример. Найти производную функцию f от x, которая есть минус квадратик 3х. Итак, начинаем все точно так же. Запишем нашу функцию в точке x плюс дельта x. То есть вместо x мы с вами ставим x плюс дельта x. Если я раскрою скобки, у меня получается sin в квадрате от 3х плюс 3 дельта x. Теперь опять подставляем формулу для нахождения производной по определению. Предел. При дельта x стремящемся к нулю. Синус в квадрате у нас 3х плюс 3 дельта x. Минус синус в квадрате от 3х делить на дельта x. Подставляем вместо дельта x 0. Видим, что числитель равен 0. И знаминация тоже. У нас получилась неопределенность вида 0 на 0. Первое, что мы можем с вами здесь заметить, что в числителе у нас стоит разность квадратов синяя. Поэтому мы с вами воспользуемся формулой разности квадратов. Мы получаем. Получается следующее. Минус 3х плюс 3 дельта x. Минус синус 3х. Это у нас в первой скобке. И во второй скобке у нас получается синус 3х плюс 3 дельта x плюс синус 3х. Завидим. Когда мы подставляем дельта x равное 0, у нас первая скобка обращается в 0, а вторая скобка равна не будет. Поэтому нам важно преобразовать разные синусы. А сумму синусов можно оставить так и здесь. То есть мы с вами будем работать именно с первой скобкой. Итак, вспоминаем формулу, что такое у нас разность синуса. Я вам напоминаю, что такое у нас разность синуса. Разные синуса, что-то у нас есть с вами следующее. Так, еще здесь сбоку. Синус альпа минус синус бета. Это у нас есть 2. Синус полуразности на косинус полусинус. И эту формулу мы сейчас с вами будем использовать. Итак, предел у нас остался. Дельта x у нас стремится к 0. Итак, здесь у нас 2. Синус полуразности. Я пишу аккуратно. То есть разность у меня получается 3х плюс 3 дельта x. минус 3х. То есть альпа минус это 3х плюс 3 дельта x. Бета это 3х. Делить на 2. И умножить на косинус полусинус. 3х плюс 3 дельта x. Плюс 3х. Делить пополам. А сколько суммы синусов? Я так и оставлю. Я даже не буду вспоминать, что такое сумма синусов. Знаменатель у нас остался. Как будет дельта x, так и осталось. Теперь аккуратно преобразуем, что у нас получается в числе. Заметим, что здесь у нас 3х и 3х сократятся. И остается у нас 2 синус 3 дельта x делить пополам. Все остальное у нас сохраняется. В оси у нас становится 6х плюс 3 дельта x пополам. Ну и сумму синусов я просто перепислю. И давайте посмотрим на синус 3 дельта x пополам. То есть вот на наш вот этот синус. Заметим, что когда дельта x у нас стремится к нулю, то есть синус у нас тоже будет стремиться к нулю. И здесь мы можем с вами воспользоваться следующей формулой, формулой замены на эквивалент. Итак, синус альфа x мы можем заменить за альфа x. Для условия, что альфа x – это вид бесконечно малая. То есть в данном случае наш синус заменится на 3 дельта x делить на 2. В замене и то, что у нас получается. 2, у нас получается есть 3 дельта x пополам. А остальное придется переписать. Ну а теперь сокращаем. Двойки у нас здесь сократились. Дельта x у нас сократилось. И все, больше у нас на определенности 0 на 0 у нас с вами нет. То есть у нас остался предел следующий. Предел при дельта x стремящихся к нулю. Здесь у нас стоит косинус. То есть x плюс 3 дельта x пополам. Ну а теперь давайте подставим сюда вместо дельта x 0. Что у нас получается? Косинус у нас превратится в косинус трех x. А в скобках синуса у нас превратятся в 2 синус трех x. Ну и если мы красиво хотим это записать. Еще про сопрощение у нас тройка. Здесь осталось, я ее забыла. То у нас получается с вами следующее. 3 на синус 6х. Да, я просто вспомнила, кто такой у нас. Морула синус двойного угла. Но в принципе достаточно нам записать было так. То есть осинус трех x на синус трех x. Спасибо за внимание. Надеюсь, стало понятнее, как разбираться с производными по оперативнению. Продолжение следует...